Всем привет дорогие друзья! Другие подруги, здрасте! В сегодняшнем видео будет много знаменательных событий, могу даже перечислить. Во-первых, я сегодня хочу анонсировать книгу, великолепное произведение, вот с моей точки зрения, к сожалению неизвестного мне мастера, о нашем влажном бритье, которое у меня в PDF варианте, я даже не знаю, печатное это издание, но видно сколько труда и сил человек вложил во все это. Она называется безопасное бритье ОССР. Москва, Ленинград, Питер. Ой, Москва, Ленинград и периферия. Человек на четырех листах разместил, ну по сути практически 50-летнюю историю нашего российского бритья. Я-то думал по простоте душевной, что раньше станки начинали с 30-х, там 35-х годов, а нет, оказывается с 35-х, 34-х годов начиналась эта как бы государственная такая уже официальная история. То есть уже прямо на заводах все это производилось. А до того как, оказывается, было полно артелей и всяких товарищей, которые, ну с хорошими покровителями, которые сами все это изготавливали, много чего делали, вполне возможно даже на зарубеж, на импорт. И все это вплоть до где-то начала 70-х годов. После 70-х годов продолжалось производство станков так же. Но человек почему-то считает, что этот период, ну крайне не заслуживает нашего с вами внимания. Я не знаю почему, я не знаю как это объяснить. Но раз он так говорит, скорее всего и есть, потому что человек, знающий, такой пласт информации собрать, классифицировать, разложить по полочкам, прилепить все фотографии, расставить и все вкратце в форме, законспектировать, разложить и сказать на те люди, пользуйтесь, читайте. Но такой человек без царя в голове так бы не сделал. Это наверняка знаток и коллекционер. Наверняка. И все то, что там сфотографировано, я не удивлюсь, если у него все это есть в наличии. Я говорю о той книге, которая поспособствовала определить и индифицировать сегодняшний станок. Я именно через эту книгу узнал, что это такое. И я о той книге, прочесть которую, будь на то ваша воля, вы легко сможете. Если пройдете под видео, посмотрите ссылку, скачаете с моего Яндекс.Диска и спокойно вы себя распакуете, посмотрите. Еще раз говорю, я не знаю, кто автор этого произведения, но мне почему-то кажется, что чем больше людей будет знать об этом труде, тем будет лучше для нас всех. Поэтому все, кому интересна история российского бритья, ну практически 50-летний объем, такой плаш, будь ласка, качайте, читайте, смотрите, пользуйтесь на здоровье. Ну а сегодня, сегодня будет много интересного и вы увидите те новинки, которые я не знаю вообще были ли когда-нибудь на ютубе вообще в принципе. Я, например, не уверен, что кто-то раньше некоторые вот из этих вот вещей показывал, что именно, вы на крупный план смотрите поподробнее. Ну а я начинаю, догоняйте. Леди и джентльмены, прошу любить и жаловать, перед нами спорт 5, благодаря Хамиту Казахстан Алмата. Он не так давно, наверное, в прошлом году где-то прислал мне два станочка, это один из них. Посмотрите на эту красоту. Это вторая генерация. Первая генерация выпускалась на заводе Красная Заря. Потом, после того, как Красная Заря закрылась на реконструкцию, производство этих бритв перенесли на завод аппарат безопасных бритв. Тоже город Москва. И так это продолжалось до тех самых пор, пока та самая Красная Заря не поглотила бедненький и несчастненький аппарат безопасных бритв. Но это там была с политикой связана, там Хрущеву люлей навешали, министерство вернули, бла-бла-бла. Всю эту картину я узнал из той умной книги, безвестного, но очень уважаемого мною автора. Так вот, Хамит, за что ему огромное спасибо, прислал вот такой набор. То есть у нас есть сам станок и лезвие Нева. Конечно же, я поставлю эту Неву. Понятия не имею, что из всего этого получится, поэтому на подстраховку у нас будет жилет от Геннадия. Но все-таки начнем мы с Невы. Давайте посмотрим на станок повнимательнее. Это трехсоставной станок из бакелита. Комбинированный, потому что шпенек здесь из металла. Плюс ко всему у нас вставочка вон там внутри. Посмотрите, тоже идет из металла. Ручка длиной 7 сантиметров, максимальный диаметр 14 миллиметров. Весь станок в сборе, если взять, высота он всего лишь 81 миллиметр. Длина головы 40 миллиметров. Это значит, ухи будут торчать. Но само по себе, вот когда в руки все это берете, ну, ребят, ну, уважение, уважение, прям респект, уважение, пиетет. Ну, вот так вот все сделано, понимаете? И причем даже когда вот с этой стороны, вы видите, вот эти бабушки, казалось бы. Так, давайте я покрупнее вам сделаю. Может показаться, что это шпеньки из крышки торчат. Нет, это вот такая вот штука. Ну да, в некоторой степени это может затруднять уход за станком. Ну, зубная щетка ее никто не запрещал, поэтому, если что, то можно будет даже ушной палочкой залезть. Вон там вот внутри что-то маленько скапливается. Но это просто ультразвуковая ванна, и все будет хорошо. Здесь внутри, вот это вот, нет, это не грава, это что-то там. Это я потом уберу. Да, это что-то там, клей или еще какая-то фигня. На скорость не влияет, но эстетика. Ну и с этой стороны, посмотрите. Вот, давайте установим лезвие. Лезвие. Так. Неправильно я сделал. Вот так. Лезвие с большой буквой. Нет, вот так будет правильно. Лезвие. Лезвие Нева. Ну, медный всадник. Набережная Невы. Клуб ГОСТ. 54-го года. Толщина 1,1 мм. 10 штук. Ну и вот оборотная сторона. ММП. РСФСР. Гумпу. О, господи, боже мой. Знаю старый добрый русский язык. Советский язык. Сломаешь. Завод металлоизделия Ленинград. 16-я линия. Дом 5. Дробь 7, что ли. Вот так открывается. И вот оно. Лезвие. Две штучки. Давайте одну мы вытащим. А это аккуратненько свернем. Ребята, вот здесь повторяется информация с пачки. Вы представляете, вот за все эти десятилетия мы с вами первые. Ух ты. Оберегайте жало лезвия от затупления. Содержание лезвия в конверте с сухим. Вот за все эти десятилетия мы с вами первые, кто его открывает. Я слышал информацию, что эти лезвия считали техническими и побриться ими вряд ли возможно. Но вот сейчас проверим все. Доверяй, но проверяй. Посмотрите, какая красота. Вот эти лезвия для заточной машинки вполне себе, что могут подойти. Нева, Ленинград. 57-й год. Твою дивизию. Они на 7 лет старше меня. Да. Вот это поворот. Лезвие, 63 года. Давайте устанавливаем. Вы смотрите, ни звука, ни пука, ни ржавчины. Вообще ничего. Так. Закрутили. Вот сейчас отсечка до конца. А теперь проверим, попадает ли он. Так. Ну давайте, наверное, по этой желтой будем засекать. Так. Ну вот, дальше я бы не стал. А посему? Посему выходит 360 градусов спокойно. Можно открутить. И в этих пределах можно регулировать станок. Возьмем себе на заметку. Пока же рассмотрим, как это все выглядит. Ну, пока мне все нравится. Красиво. Ну и давайте провернем этот финт ушами. На 180 градусов. Так, сейчас вот попробую. Да. Лезвие заметно поднимается. Угу. Мне кажется, здесь это реализовано следующим образом. То есть, когда мы отпускаем, у нас крышка поднимается. Фиксация происходит вот в этих вот местах. А вот эти места так отходят. Ну, не суть. Вот. Этим станочком мы сегодня с вами и будем бриться. Sport 5. Пошли дальше. На помазке долго останавливаться не буду. Это один из трех любимчиков, который производит Яки. Прошел Крым Рым. Мне очень нравится. Удобный, функциональный, комфортабельный. Ну, короче, вот все, что есть положительное. Вот для меня лично в этом помазке есть. Поэтому я со спокойной совестью беру его сегодня на обзор. И я уверен, он меня не подведет. Ну, вот так раз, конечно, кому-то может не понравится. Ну, а так. А так. Ух, огонь. А за место мыла для бритья у нас будет сегодня крем для бритья. Благодаря Ивану Мруть. Он прислал вот эту вот уже историю, наверное. Потому что, мало того, что вот эта компания, Ален Мак, она гремела в свое время, с начала прошлого столетия. И чуть ли не до конца этого, до начала этого. Но сейчас эта компания кем-то там поглощена. Кто-то ее скушал. Что будет дальше? ХЗ. Ну, и хоть что-то на прощание от них осталось. То новое, которое сейчас проводится. Парни говорят, что уже как бы так себе качество. Вот конкретно эти крема, те люди, которыми пользовались, характеризуют как недорогие. Звезд неба не хватает. Но, тем не менее, он в своей ценовой категории занимает прочные, уверенные позиции. Что будет в нашем случае, я не знаю. Сегодня побремемся, посмотрим. Но вот кому интересно посмотреть на состав, ребята, смотрите. И как это выглядит. Вот так это выглядит. Ой, блин. Ребята, за запах, за запах песни сегодня будет. Чую, чую. Посмотрим, если во время бритья впечатление не испортится. Но сейчас первое впечатление огонь. Вот этой штукой сегодня и побреемся. Что будет на полировку? А на полировку, ребята, у нас сегодня молочко для тела. Пантенол, крем Эва. Уж не знаю, тот ли я взял или не тот с легкой подачей Владислава Жарковского. Но после того, как Владислав написал о том, что он пользуется этим кремом, я даже не сомневаюсь, что эта штука работает. Я, правда, не знаю, то ли я взял или не то. Потому что это вроде как молочко для тела. У него упор был на крем от компании Пантенол. Ну вот, то ли не то. Но судя по тому, что вот здесь вот написано, дело даже не в гипоаллергенном интенсивном увлажении 24 часа. А в том, что, как декларирует, что ли, компания, что это будет делать. Это интенсивное увлажнение, смягчение. Нормализует защитные функции кожи. Успокаивает кожу после пребывания на солнце. Нам это не грозит. Устраняет чувство стянутости. Ну и, конечно же, витаминчиков Е здесь понапихано немерено. И эффективно восстанавливает кожу. О как! Кожа остается нежной, гладкой, бархатистой в течение всего дня. Но посмотрим, посмотрим, сработает или нет. Конечно же, он не предназначен для после бритья. Но, тем не менее, обладая вот такими вот качествами, как видим, ребята, в том числе и Владислав, не смогли пройти мимо. И попытались его приспособить. С их слов вполне себе удачно. Ну а что будет сегодня, это мы узнаем в конце обзора. Все? Пошли бриться? Хорошо. Хорошо. Сейчас пока сидел на компрессе, в голову пришли такие мысли. А вообще, кто-нибудь, лезвие Нева 54-го года выпуска, оригинальное, на обзорах, на ютубах видел? Я не припомню такого. Или, например, жилет, сделан специально для гипса. То, что Геннадий прислал. Я такого тоже не видел. А Спорт-5? Кто-нибудь видел обзоры на Спорт-5? 54-го года или 55-го? Какого он? Я тоже не видел. А кто-нибудь Капа, Ален Мак, на обзорах видел? Я тоже такого не припомню. Хотя, вполне возможно, что есть, но я не припомню. Но я уж не говорю про пантанол. Ну, да, вроде бы современный. Он пошел в магазин, да взял. Но кому-нибудь вообще хватало ума послушать своих подписчиков и притащить такое на обзор на ютубе? Я не припомню. Вот такие мысли какие-то в голову приходили и от этого становилось интересно. Интересно. Ну, к нашим баранам. Ребят, когда я на крупном плане открыл Капа классический Ален Мак, у меня в голове сразу же торкнула флорена. Нет, запахи разные, но определенное созвучие все же было. И как только я это вспомнил, так хорошо стало. Я уже забыл, когда я держал эту флорену в руках. Это наверное 80-70-е где-то вот так. Но блин, настолько она для меня хороша, настолько она мне в голову запала, что я до сих пор ее вспоминаю теплом, радостью. И вот если так представить, вот этот баллончик беленький с синими надписями крышечку белую откручиваешь, как раз надавило оттуда, знаете, вот эта перламутровая жемчужная туба выползает и такой запах, такой аромат, это это хороший запах, хороший. Жалко, что его сейчас в России не взять. В Германии, по-моему, еще есть. Ну, может быть, повезет и все-таки когда-нибудь появится еще на канале, но в голове застряло, застряло и очень сильно. но смотрите, пока грех жаловаться, да? Ух, ну давайте попробуем. так. Чтобы вы понимали, вот эта сторона уже пройдена. Редко такое бывает, но все же бывает. Случился конфуз, и камера отключилась, поэтому вот эту часть я успел побрить, это я сейчас как по-второму прогнал, а вот это вот все я еще не успел. В некоторой степени жаль, потому что когда был первый проход и я проводил, ребята, у меня там прям чуть не закапало с одного места. Ну вот сейчас сами все видите, смотрите. Здесь еще не брился. Допростит меня. Бог ВКБ, но при всем моем уважении к отцам и дедам, я, наверное, ребят, все-таки сниму это лезвие, ну потому что, ну прям, если кто-нибудь сомневается и хочет испытать это на себе, вот, благодаря хамиту, у меня есть два лезвия. Одно мы сейчас с вами запустили на обзор, а второе еще осталось. Я вот эту вот пачечку не пожалею и вышлю человеку. Пускай он сам попробует побриться, но в комментариях под каким-нибудь видео выдаст свои ощущения. Сейчас же мы с вами поставим жилет для гипса. Тот самый, который, помните, я на крупном плане номинировал как дублирующий, что он будет на подхвате. Не хочу ставить что-то другое, потому что этот жилет с тех же времен, это те же самые, ну, вряд ли сороковые, скорее всего, пятьдесятые, шестьдесятые. Посмотрим, что он покажет. Если и тут сейчас будет попандос, ну, тогда я вообще не знаю. это при полностью затянутом. Давайте сейчас, наверное, где-то вот так, ну, сто восемьдесят отпущу. Но это не бритье. Когда отпустил, я грейсию увеличил. Я думал, что, может быть, как-то получше будет. Ну, ну, да, хоть можно приноровиться. Так, височек. Угу. 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 С него немножечко полегче, но не сравнить со всеми теми лезериями, которые у нас сегодня в обиходе. Если вдруг среди вас есть человек, который своими лезериями, допустим, не может хорошо выбриться, те, которые он сейчас покупает, то пускай он попробует побриться этими, и тогда поймет, кто под землей морковку красит, и как ему повезло. Крем удивляет, удивляет, просто удивляет. И очень жаль, что его сейчас не достать, и очень жаль, что его перестали производить. Потому что, на мой взгляд, штука-то интересная. Ну давайте не будем вперед забегать, подождем конца обзора. Итак. Полностью, просто от слова совсем полностью забыл про гарду, только от крышки. Продолжение следует... 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 Ну, знаете, вот твердую пятерку с моей колокольной, ну, пожалуй, что по пятибалльной шкале, пожалуй, что нет. А вот если по десятибалльной, вот тогда бы я шестерочку-то дал. Дал бы запросто. То есть пятерку он заслуживает сто процентов, а еще один балл бы я дал бы, наверное, ну, в некоторой степени, наверное, все-таки за историю. За историю за те долгие десятилетия, что болгарская компания как-то выкручивалась, подпрыгивала выше головы, пыталась что-то сделать. И, в конце концов, добилась того, что с такими бизонами, титанами парфюмерия работала и поставляла свою продукцию. Ну, то есть ребята просто-просто-просто молодцы. И очень жаль, действительно очень жаль, что на сегодняшний момент вряд ли вы купите вот эту вот штуку. Но вещь, несомненно, хорошая. Несомненно. Я больше чем уверен, что наверняка есть люди, которые просто пищат от восторга вот с этой штуки. А есть, которые относятся к нему спокойно. Ну, еще спокойнее, чем я. То есть, вот, хорошая штука. Хорошая. Мне понравилась. Вот, или на твердые 4,75, или по десятибалльной на шестерку. Где-то вот так вот. За помазок говорить не буду, говоря на переговоре. На его входит тройку, которую я люблю от Яков. Вот, я выделил сам для себя тройку, которая, вот, она мне по кайфу. Вот, она мне нравится. Он, кофемолка и еще там один парадик. Вот он, мой красавчик. Хэви Метал. Вот, эта тройка меня никогда не подводила, никогда не разочаровывала. Каждый раз, когда я беру их в руки, я получаю тот результат, на который я рассчитываю. Я просто отдыхаю. Не только из-за самого узла, а из-за всего изделия в совокупности, целиком. Вот, оно как целиком есть, вот это, так оно мне нравится. Вот оно целиком как есть, так оно мне нравится и глаз радует. А это, как оно целиком есть, нравится настолько, что порой даже в глазах раздвояется. Потому что, кроме синтетики, вы здесь можете еще и барсучка насадить. То есть, вот, хорошая штука. И буду на это, я специально это сказал, буду на это видео пальцем тыкать. Каждый раз, когда ребят спрашивают, Викторович, а чего вот там у Яков? Ну, вот это вот у Яков. Дальше поехали. Пантенол. Впиталась. Испарены. Испарены пока нет. Кожа нежная, бархатистая. Липкость. Практически прошла на 98%. Чуть-чуть еще есть, но в ванной жарко, поэтому не удивлен. Камешек. Так как я с самого начала сказал, что элемент жим-жим присутствовал, камешек решил сегодня взять. Но, слава тебе, Господи, он не пригодился. Сегодня обошлось без него. Справились с одним пантенолом. Вот и опять здесь. Ну, пойдем. Ребенок тоскует. Тоскует. Что касается станка. Вы знаете, прежде чем заговорим за станок, я бы, наверное, все-таки хотел остановиться на лезвиях него. Потому что я сейчас вот уже сожалею. Вперед хочешь или назад? Куда ты хочешь? Я сейчас уже сожалею, что до конца не добрился. Но я думаю, для этой цели я бы, наверное, все-таки другие какие-то, другой какой-то станок взял. Потому что, ну, в порте 5, вы понимаете, вот когда я им брился, меня не покидало ощущение... А, голубая моя, да ты на пантенол зависла, да? Да ты стрекоза. Ну, на, лизани. Был такое ощущение, что вот десятки, сотни страждущих гномиков бегают под лопастями вот этого вот великолепного, чудесного изделия и просто рыщут. Они жаждут. Они просто очень-очень хотят найти мою щетину. И они ее находят, потому что она там есть. Но вся беда в том, что после того, как они ее находят, они неорганизованы. Они не тянут эту гребаную щетину в одну сторону. Они не режут эту гребаную щетину. Они хватаются за нее и начинают тянуть в разные стороны. И причем тянуть не просто так, а с усердием. Глаз кипучат, щечки надувают, ушки даже у них вспотели. Вот так вот они стараются. Но это они. А у меня капает. Вот так брило меня это лезвие. Понимаете? Вот именно поэтому... Софа, ну мы тут с людьми разговариваем. Вот именно поэтому я и убрал это лезвие. Поначалу, как только я его убрал и поставил жилетовское для гипса, нечто подобное продолжало. И я думал, что сейчас еще и гипс уберу. А нет. После того, как тямы хватило перейти на бритье от крышки, я понял, что с этим лезвием договариваться можно. Да, пускай оно не такое идеальное, как ныне существующее, современное, но тем не менее им бриться можно. Это было на втором проходе. На третьем, на третьем даже мысль крамольная мне в голову стала закрадываться. Ну айда. Давай. Ты моя сладкая. Давай, спускайся. Ну, Софа, тут мы... Это... Вот так, молодец. Мысль крамольная стала в голову закрадываться, что это проверка. Этим лезвием можно проверять человека. Насколько совершенна его техника, как отточено его движение, и как он понимает суть процесса. Если он шарит, если он понимает, то он им побреется. Это не в том смысле, что я сейчас хвалю себя любимого. Нет. И тут кое-какие косички-то я пооставлял. Я в том смысле, что это лезвие дает шанс, дает возможность. А него не давало совсем. Или мирись с теми гномиками, или... Вот как-то так. Других вариантов не было. А это... Это шанс давало. Именно поэтому я побрился. Да, не идеально. Да, кое-что, кое-где пооставалось. Но я больше чем уверен, что если бы я повторил опыт с этим лезвием, пускай на этом станке, или на каком-либо другом, у меня бы все получилось. Это лезвие уже брило. Вопрос. А как же наши предки-то этими лезвиями брелись? Твою дивизию. Это что за идти же, пассатижи? Это что? Это вот я вот сейчас четырех-трехдневную щетину вот с такими ощущениями брил. Что люди были другие. Толщина шкурки была другая. Волос рос, шерсть, шерстя другая. Что там было другое? Что было не так? Или все было как у нас? Но просто люди к этому относились по-другому. Это понятно. Я могу себе представить, 50 лет назад, сынку подрастает, «Батя, какой мне станок купить? А какой мне помазок? А автошейф никакой?» Что бы батя сказал? Ну, я думаю, вы сами догадаетесь. Или послал бы, или просто так шлепка под сраку, или под затыльник дышит. Расти сынку, расти. Подрастешь, сам разберешься. И все. И люди находили, люди разбирались. Это не нынешнее племя. Богатыри, не мы, увы. Шучу, шучу. Все у нас нормально, прорвемся. Так что по лезвиям, ребята, пока победил жилет. Пока победил жилет. Но нет, худо без добра. Я думаю, что вот это вот лезвие, Ленинград, шо его все, Невада, Нева, Ленинград. А нет, точно, Нева, Нева, Нева. Прошу прощения. Я думаю, что его надо будет как-нибудь еще запузырить на обзор. Но после машинки. Попробовать его прогнать на машинке, на той, знаете, и посмотреть, а изменится что-либо или нет. Вот вопрос, интересный. А вы как считаете? Стоит ее на машинку загонять? Потому что лезвие така нолевая. Оно сколько пролежало в пачке, не это, муха не сидела. Надо подумать, надо подумать, как правильно сделать. Итак, сам станок. Несмотря на то, что это вторая генерация спорт 5, первая была на красной звезде, я говорил на крупном плане. Опять же, это стой умной книги вот этого неизвестного и неведомого для меня человека. Но, ребята, это изделие в руках ощущается как монолит, как литое и, несомненно, заслуживающее внимание. В полной мере все его качества, конечно же, оценить сегодня не смог, ввиду того, что вот так вот. Ну, скажем так, получается, ты с 2020 тебе по цараку пиздык, ой, извиняюсь, на-ля-ля, и ты попал в 1950, вертает зад 70 лет. И вот и брейся. Ну, ладно, хорошо, побрился, но как-то ты, там-то люди брились этим, они с детства привыкали, а ты-то как-то к этому не привык, ты уже весь такая фифа, там уже там всякие лезвия, там пришей, вы, автошеевы, компрессы, там клизмы, фигизмы, то есть вот все, на только брейся, а тебя туда, а ты обратно, а оно не брее. Мама, не лезвия. Короче, не смог я его оценить, ребята, вот с той точки зрения 70-летней давности, но у меня нет того опыта, у меня нет, ну, сами понимаете, я не могу с той точки зрения оценить, а мы сейчас именно тем станком брились. Так вот, если сюда поставить нормальное лезвие, вот современное я имею в виду, то вот тогда да, тогда было бы интересно вот с нынешней точки зрения оценить. Пока же он мне нравится. Вообще так, по размерам, по внешнему виду, по весу, он не выделяется среди многих. Ну, то есть те же самые 18 грамм, рост небольшой, 90 миллиметров, сколько там, 81-81, да, ручка 70, пустотелая, литая пластмасса под давлением, наши в отличие от буржуинов, они не прессовали, они под давлением все делали. Ну, то есть качественно, годные нормальные изделия, потому что, когда это делалось, это делалось в 50-е годы, тогда там наркомы, фигомы, как даду-даду, и все. И даже знак первый, второй сорб придумали, тогда знака качества еще не было. Ну, то есть там ребят по-серьезному относились. Вот, очень хочется оценить его. Ну, пока, пока, вот, пока как-то так. Пантенольчик высох полностью. Да, высыхает гораздо дольше, чем любое другое автошейф, но, ребята, кожа, как после хорошего автошейфа. Реально бархатистая, реально мягонькая, реально просто хочется мурлыкать. Если эти все свойства, которые задекларированы на упаковке, соблюдаются, те ребята, которые пользуются этой штукой уже не единожды, подтверждаются, то да, крайне рекомендую. Но, ребята, будьте осторожны, потому что стоит бешеных денег. Там, по-моему, сколько? Рублей 70. Так что, вот, как-то так. Осторожненько. Ну, и для чувствительной кожи, конечно же, такую вещь наверняка можно рекомендовать, потому что, ну, ну, я мальцом, он обгорал, пантенолом себя мазал. Ну, как мальцом, там, 25 лет, сколько? Короче, молодой был, глупый. Пантенолом мазал, у меня все проходило. Как бы не попозже, потому что в 25 я точно помню, что меня сметаной мазали. Я тут могу путать, но точно от ожогов я мазал, работал. Если уж от ожогов помогает, такой, пшш, на эти пенка, то этот-то вот сам Бог филел. На этом, ну, на этом, пожалуй, что и все. Давайте прощаться, до следующего бритья. Сегодня у нас четверг, сегодня в 9, в 19.00 вечера. Вы посмотрите за ребрышки, глотурированные. Я, к сожалению, не смог передать в том видео все свои эмоции, потому что это получилось так, что вот так и нет ребра. Там все было в кассу. И кардамон, и все те специи, которые мы с мололи начинают бадьяной и заканчивая черным-белым перфом. Хотя, те, кто знают, понимают, что если белый перец вот так возьмешь просто в руки и потом понюхаешь, ой, мама дорогая, вопрос еще большой, станешь ли ты это есть вообще потом? Потому что запах довольно-таки специфический. А тут как вот так, вот так вот. Ну, вот здесь где-то ссылка на это видео. Кому интересно, сходите на ребра, посмотрите. Кто еще не видел, добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай вас всегда, всегда все будет хорошо. Ну и что, до новых встреч. Ака, пока. Подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok